...сервисные, экологические и волонтерские. Этим летом в студенческих отрядах разного профиля в Беларуси и за рубежом было трудоустроено около 14 тысяч человек. Эксперты подчеркивают, в большинстве случаев для молодежи это не только хорошая возможность заработать свои первые деньги, но и отличное времяпровождение. Итоги трудового семестра будут подведены совсем скоро. Ну а пока самое время поинтересоваться, каким выдался 2018-й для организаторов временной занятости молодежи и бойцов студотрядов. Юлия Викторовна, вот-вот будут подведены итоги трудового семестра 2018. Как обычно проходит эта церемония на Гомельщине? Традиционно то, что сделано, должно быть замечено и отмечено. В каждом районе, затем в области, а затем и в республике подводятся итоги третьего трудового семестра. Мы благодарим нанимателей, принимающие организации, ну и, соответственно, ребят командиров выделяем, лучших комиссаров награждаем и бойцов студенческих отрядов. Кстати говоря, о статистике наверняка есть первые результаты. Каким выдался трудовой семестр 2018? Каким это лето выдалось для молодежи, которая хотела подзаработать и в то же время приятно, прекрасно провести время? Не простым для нас, как для организаторов студенческих отрядов, но для ребят, я думаю, что выдалось ярким, интересным и запоминающимся. Что-то новое, отличительное от предыдущих лет было? Может быть, географически, может быть, в масштабах? Традиционно продолжили свою работу и выездные наши студенческие отряды. Это какие направления? Сервисные. Топсинский район, Краснодарский край, Московская область. Продолжили свою работу сельскохозяйственные, строительные, экологические. Что у молодежи сегодня наиболее пользуется популярностью? Допустим, это стройотряды или сельхозотряды, или, может быть, могу себе представить выездные отряды, говоря о том, что хорошая возможность в том числе и съездить к морю? Выездные отряды, конечно же, идет отбор, потому как туда ребята приходят... Конкурсная основа. А досрочно сдать может, понятно, человек, успевающий студент. Традиционно самыми массовыми у нас являются сельскохозяйственные и сервисные. Но это в первую очередь связано с тем, что строительные, да, они востребованы, но туда уже идут ребята с некой базой, преимущественно те, кто занимаются, кто обучаются по строительному профилю. Это будущие строители ребята. Ну, а сельскохозяйственные мы имеем возможность принимать ребят, зачислять в отряды ребят с 16 лет. В строительные, конечно же, это только совершеннолетние ребята, и выездные отряды совершеннолетние. Поэтому туда могут попасть не все желающие. Если говорить о цифре в масштабах области, сколько ребят удалось трудоустроить этим летом? Заработной платой более 2 тысяч, это именно в студенческих отрядах. Индивидуально также на условиях оплаты труда порядка 2 тысяч. Ну и 7 тысяч – это волонтеры. И кроме этого, еще порядка 3 тысяч работали и в эти дни продолжают работать. В сельскохозяйственных предприятиях оказывают помощь в уборке сельскохозяйственной продукции. Поэтому в целом, если говорить о цифрах, то это 14 тысяч трудоустроенных ребят. Мне кажется, что значимая цифра, значительная, уверенный результат значительный. А вот как по-вашему, удалось ли ребятам не только провести прекрасное время, но и достойно заработать этим летом? Кто хотел, тот сумел это сделать? Конечно. Если есть желание, то всегда найдется и возможность, правильно? Самыми высокооплачиваемыми традиционно являются строительные отряды. Но отряд у нас работает в соответствии с законодательством не менее 10 дней. Поэтому вот за 10-15 дней работы порядка 240 рублей можно заработать. Соответственно, для тех, кто работает полный месяц, ребят, это порядка 500 рублей. Но остальные немножечко ниже – 180-200 рублей за смену. А как насчет волонтерства? Есть ли желающие? Цифры говорят сами за себя 7 тысяч, но волонтер – это, конечно же, неоплачиваемый, добровольный труд. Но здесь, прежде всего, желание ребят приветствуется, что-то сделать. Ну, конечно же, это организация, полезная досуга для ребят. Это и для них полезно, и у родителей. Не болит голова, чем занят ребенок. Да и для общества полезно, а от этого, я так понимаю, греет сердце того и тому, кто помогает. Юлия Викторовна, спасибо за это интервью, успехов в делах и до встречи в эфире «Беларусь-4».